Девушки отдыхают В сегодняшнем митинге в 5 часов вечера собрались около 500 человек Новое руководство области провело встречу с иностранными дипломатами Будем работать дальше В Одессе открыли футбольную площадку для социально незащищенных детей Ни один ребенок не родился, чтобы жить на улице или оказаться в сложной ситуации в семье, но, к сожалению, такое происходит Эти и другие события в нашем дальнейшем выпуске Мы передумали или назад в детство Чем как не инфантилизмом украинского политикума можно объяснить распоряжение Кабмина от 21 ноября Согласно которому в интересах национальной безопасности Украины был приостановлен процесс подготовки к заключению соглашения по ассоциации с ЕС Как отреагировали украинцы на решение власти дать полный назад евроинтеграции в сюжете нашего корреспондента Украинское правительство саботировало ключевые моменты, необходимые для подписания ассоциации с Евросоюзом Законопроекты о парламентских выборах, генеральной прокуратуре и лечении осужденных за границей так и не были приняты А вот украинцы, которым нарисовали заманчивые перспективы жизни в Европе, не намерены отказываться от своих прав на лучшую жизнь В ночь на 22 ноября на Майдане в Киеве собрались от полутора до трех тысяч манифестантов Это точно не спланована акция, она абсолютно спонтанная, это видно по обличкам людей, которые тут собрались Говорить про какую-то организацию пока не приходится, но люди стоят тут не за лидеров оппозиционных, они стоят за своими людьми Поэтому я думаю, что главное просто стоять до ранку На этот раз организаторами масштабного митинга оказались не представители политических сил, а пользователи социальных сетей Лидеры оппозиции подтянулись позже Хотя окружной административный суд Киева запретил установку палаток в местах митингов Налицо твердое намерение украинцев не дать парламенту уйти на каникулы, не выполнив обязательств перед народом Кстати, манифестация проходит не только на улицах, но и внутри здания Верховной Рады Украины Так, сегодня премьер-министру Николаю Азарову пришлось покинуть сессионный зал под крики «Ганьба» Депутаты трех оппозиционных фракций забросали членов правительства бумагой и пачками утренних газет На премьер-министра уже подали в суд за предательство национальных украинских интересов Дарья Степаненко, Новая Одесса Эхом событий на Майдане в Киеве можно считать акцию оппозиционных сил на Думской площади в Одессе Наш корреспондент Дарья Степаненко отправилась на место событий, чтобы дать вам возможность составить свое впечатление от происходящего Добрый вечер студия! Буквально полчаса назад были подведены итоги митинга в поддержку евроинтеграционной политики, внешней политики Украины Увы, мы можем сказать, что та громадная волна, которая прокатилась по большим городам Украины и по ее столице, Киеву Докатившись до Одессы, буквально разбилась о ее берегах На сегодняшнем митинге в 5 часов вечера собрались около 500 человек Спикеров было много и их речи были пламенны Однако они не смогли зажечь искру среди активистов собрания В то же время ситуация в стране только накаляется Например, сейчас на трассе Одесса-Киев образовалась 30-километровая пробка Связано это с тем, что украинское правительство запрещает одесским перевозчикам передвигаться в сторону Киева Очевидно все-таки, что есть некоторые опасения того, что ситуация 2004 года может повториться Также ограничено количество ЖД-билетов, которые может купить один человек Но пока делать прогнозы рано, поэтому мы будем ждать дальнейшего развития событий Студия Грипп, простуда, прочие неприятности Вот нежеланные гости любого человека накануне новогодних праздников Как уберечь свое здоровье с приходом холодов, расскажет Ольга Дунская Межсезонье – любимое время всевозможных вирусов Подходить к простуду можно где угодно В общественном транспорте, на работе и даже просто сидя дома Повышение температуры, боль в горле, мигрень, насморк Весьма неприятные симптомы, означающие простуду или даже грипп Одним из наиболее эффективных способов профилактики заболеваний врачи по-прежнему называют вакцинацию Вместе с тем не устают напоминать о соблюдении некоторых правил Для того, чтобы человек привился и получил действительно ту дозу, которая ему нужна И действительно был уже как-то защищен от гриппа Для этого, конечно, прежде всего обратиться к врачу Нельзя делать прививку, не посоветовавшись с врачом Еще одной эффективной профилактикой вирусов является прием витаминов Если какие-то другие витамины, мульти-витамины принимать Конечно, это в какой-то степени усиливает резистентность организма То есть способность организма бороться с инфекцией Сами одесситы лучшим способом предотвращения простуды считают здоровый образ жизни и правильное питание Надо закаляться просто, просто закаляться С детства приучать деток Одеваться тепло, чтобы были ноги в тепле Кушать много, наверное, лука Витаминов Да, витаминов Ну, может, какие-то тоже витаминки попить В общем, главное держать в тепле ноги, поясницу для девушек Вместе с тем хочется напомнить, что самолечение отнюдь не является стопроцентной гарантией выздоровления А работники аптек далеко не те квалифицированные врачи, которые несут ответственность за ваше здоровье Именно поэтому, прежде чем усердствовать с лекарствами или народной медициной Настоятельно рекомендуется обратиться к дипломированному специалисту Ольга Дунская, Эдуард Шендерович, Новая Одесса И снова смена маршрутов На этих выходных приостановят движения третьего и восьмого троллейбусов А также изменятся пути следования 121, 127, 198, 201, 208 и 233 маршруток Причиной данного неудобства является затянувшаяся подрезка деревьев на Большой Арнаутской Напомним, это далеко не первая смена движения городского транспорта Из-за работ горзелентреста Видимо, это уже становится для нашего города некомфортной традицией В Одессе вишневый сад не рубят, вишневый сад высаживают Первые деревья на улице Торговой, где раньше находилась усадьба Жеребцовой, сегодня посадили горожане Им помогала Ксения Ноздрова Раз, два, три На берегу Черного моря зацветет Чеховский вишневый сад И чеховский он потому, что именно история фруктового сада, находившегося в усадьбе Ольги Васильевой Легла в основу комической трагедии знаменитого доктора В Одессе в действительности должен быть вот такое памятное место, вишневый сад Пусть это не стопроцентный прообраз вишневого сада Лиха беда начала, рождается вишневый сад всего с двух саженцев Посадить дерево в вишневом саду может каждый желающий И нашлась масса людей, которые готовы это сделать для любимого города Одесситы с удовольствием занялись трудотерапией Так что специально приглашенным сотрудникам гор Зелентреста Оставалось облокотившись на лопаты, молча наблюдать за посадкой вишен 220-летию города мы планируем здесь поставить даже такой мемориальный камень, знак И чтобы это стало еще одним дополнительным маршрутом туристическим Для того, чтобы гости нашего города и большое количество одесситов, которые гуляют здесь и не знают об этом Были ознакомлены с этой прекрасной историей История будет совсем распрекрасной, если вишни доживут до плодоносного возраста А это от трех до пяти лет Умирают вишни на третьем десятке, а некоторые и в младенчестве, как, например, вот это деревце Ксения Ноздрова, Алексей Кулигин, Новая Одесса Развитие спорта в Одессе возможно только при вмешательстве иностранных спонсоров Сегодня на территории стадиона «Спартак» силами благотворительных фондов была открыта новая футбольная площадка для социально незащищенных детей Подробности в сюжете Дмитрия Долматова Небольшой клочок земли на территории стадиона «Спартак» теперь целиком и полностью предназначен для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах Долгожданную площадку обещали построить городские чиновники и народные избранники Но сил, а главное желание, хватило только у независимых благотворительных организаций Ни один ребенок не родился, чтобы жить на улице или оказаться в сложной ситуации в семье Но, к сожалению, такое происходит Этот проект особенный, потому что мы поддерживаем детей, которые социально уязвимы И помогаем им реабилитироваться с помощью занятий футболом Открыли площадку, как и подобает, с удароповоротом Ну а после звезда украинского футбола Александр Касырин провел для начинающих спортсменов мастер-класс Можно позавидовать сегодня детям, глядя на такие условия, какие у них сегодня есть Поэтому в наше время такого не было Был просто бетон, асфальт и камушки Поэтому, конечно, это хорошо, что для детей такое делается Проблемы молодежного спорта в Одессе активно обсуждаются Вот только на этом, как правило, все и заканчивается То ли виной всему постоянные проблемы с финансированием, то ли банальное безразличие чиновников Но факт остается фактом Бесплатно заниматься спортом негде Практически все площадки, все спортзалы в городе оплатные И никаких денег не хватает для того, чтобы организовать этот тренировочный процесс регулярно Тренироваться на новом поле смогут как воспитанники интернатов, так и просто дети из малообеспеченных семей Теперь будущие футболисты ожидают встречи с опытными соперниками Знать, на что мы способны вообще Таких, чтобы был уровень такой высокий Ну, не так, чтобы вот это вот аж Барселону там все убрать И, естественно, мы с ними не сыграем Ну, таких хороших соперников, чтобы и они у нас чего-то получились, и мы у них В завершении торжественного открытия на свежем газоне молодые команды сыграли первый матч Остается констатировать, спортивные площадки в Одессе большая редкость И строят их либо перед выборами, либо на средства благотворительных фондов Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Новая Одесса Вы смотрели новости на Новая Одесса Если у вас есть проблема, в решении которой может помочь внимание общественности Звоните нам, телефон горячей линии 709-1010 Наш выпуск завершат специальный репортаж, посвященный евроинтеграционным тенденциям Украины А также программа международных новостей «100 секунд» и прогноз погоды В студии был Антон Равицкий Хороших вам новостей и до встречи Государственная полиция Латвии рассматривает три возможные причины Обрушение крыши торгового центра «Максима» Расположенного в микрорайоне Золитуде, латвийской столицы Первая из них – нарушение при проектировании Вторая – нарушение строительных норм И третья – хранение на крыше стройматериалов Общая площадь завалов, которые предстоит разобрать спасательным службам Составляет 1500 квадратных метров На данный момент сообщается о 43 погибших В больнице с места происшествия доставлено 38 человек Как заявил мэр латвийской столицы Нил Ушаков Родственникам погибших и пострадавших Выплатят компенсации в размере 50 тысяч латов Примерно 100 тысяч долларов В связи с тяжелой трагедией В Прибалтийской республике объявлен трехдневный траур По меньшей мере 35 человек погибли при взрыве нефтепровода в Китае Десятки ранены ЧП произошло в портовом городе Циндао на востоке страны Здесь расположен крупный нефтеналивной терминал Работа которого в результате была приостановлена Причиной аварии стала утечка нефтепродуктов Зафиксированная накануне Когда ее пытались устранить Возник пожар, за которым последовал мощный взрыв Приведший к сильным разрушениям В настоящее время работы по устранению последствий инцидента продолжаются По заверениям власти Загрязнение окружающей среды не произошло Неизвестные обстреляли журналистов Одного из российских телеканалов Съемочная группа ехала из Дамаска в Харасту Где ранее прогремел взрыв В это время машина подверглась обстрелу снайпера Одна из пуль попала в голову водителя автомобиля Гражданина Сирии Он скончался на месте По мнению журналистов, снайпер рассчитывал Что машина, двигающаяся со скоростью 100 км в час Потеряет управление И все, кто находится в ней, также погибнут Спас ситуацию переводчик Он успел перехватить руль И остановить автомобиль в безопасном месте На северо-западе США, в штате Миннесота В результате дорожно-транспортного происшествия С участием легкового автомобиля Пострадало пятеро детей Седан, за рулем которого находилась 23-летняя мать семейства Потерял управление и съехал в водоем Неподалеку от города Сент-Луис-Парк Женщине удалось выбраться из автомобиля самостоятельно А детей из ледяной воды вытаскивали спасатели В итоге все дети были спасены По данным полиции, на это ушло около 45 минут Париж взят в кольцо осады На подъезде к Парижу образовались многокилометровые пробки Французские фермеры перекрыли основные магистрали тракторами и бульдозерами Говорят, что отступят только в том случае Если власти согласятся выполнить их требования Уменьшить отчисления в пенсионный фонд И отменить эко-налог По которому владельцы грузовиков Обязаны будут платить за загрязнение окружающей среды Это только начало Мы не хотим мириться с правительством Которое разоряет фермеров Объяснили причины акции ее организаторы Массовая акция протеста в Лиссабоне Идва не закончилась штурмом здания парламента Причем участвовали в беспорядках Те, кто обычно держит оборону Полицейские и спецназ Они проявались через ограждение И побежали вверх по лестнице Но в само помещение, которое охраняли их же коллеги Так и не вошли Тысячи стражей порядка с флагами и плакатами Выступили против мер жесткой экономии Низкие зарплаты, сокращение госбюджета на будущий год Сотни людей собрались перед посольством Австралии в Джакарте В знак протеста против деятельности австралийских спецслужб Которые, как выяснилось, прослушивали телефонные разговоры Президента Индонезии и его ближайшего окружения Это известие вызвало волну негодования среди местного населения Протестующие забросали здания дипмиссии Тухлыми яйцами и помидорами А также сожгли флаг Австралии и США На аварийной АЭС Фокусима в Японии Продолжается работа по демонтажу реакторов На сегодняшний день главная задача Перемещение опасных стержней с отработанным топливом С четвертого реактора в безопасное место Чтобы предотвратить возможную катастрофу в будущем Пока при помощи крана на поверхность подняли 22 стержня Всего в этом энергоблоке находятся более полутора тысяч стержней С отработанным и неиспользованным топливом Для их транспортировки потребуется около полутора лет В пятницу американцы вспоминали своего 35-го президента Джона Кеннеди Убитого ровно 50 лет назад в Далласе Президент Барак Обама наградил медалью свободы Которая является высшей наградой США Более 10 видных американцев Среди лауреатов экс-президент Билл Клинтон И телеведущая Опра Уинфри Официальная часть церемонии продолжилась Возложением венков к могиле Джона Кеннеди Барак Обама не делал никаких публичных заявлений Но приветствовал родственников Кеннеди Собравшихся, чтобы почтить его память 122 чешуйчатых муравьеда Или, как их называют зоологи, панголина Конфисковали сотрудники таможенного департамента Таиланда Животные были спрятаны в нейлоновых мешках По словам директора бюро расследований Тайского таможенного департамента Муравьедов пытались вывезти в Китай А затем пустить на мясо и лекарства, повышающие потенцию Каждый панголин стоит 5000 тайских бат Примерно 160 долларов Все спасенные животные будут выпущены обратно в дикую природу Совершенно фантастические вещи с луком и стрелами Выполняет датский художник Ларс Андерсон Он с легкостью и точно выпускает стрелы на бегу В прыжке, падении и умудряется попасть в мишень С огромного расстояния Но самое впечатляющее его достижение Это скорость 10 стрел он выпускает меньше, чем за 5 секунд Ларс объясняет, что такое искусство Далось ему не только упорными тренировками Он много времени просидел в архивах Изучая, каким способом из лука Стреляли самые великие войны прошлого Знаменитая парижская магистраль Елисейские поля окунулись в атмосферу Рождества Там уже полным ходом работает праздничная ярмарка Вечером здесь традиционно подсветили несколько сотен деревьев А также главные монументы, включая Триумфальную арку Помимо основной магистрали города В Париже в этом году подсветили более 120 центральных площадей, проспектов и улиц Сколько на это ушло лампочек, сказать сложно Для одних только Елисейских полей Их нужно свыше миллиона Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса» Прогноз погоды от страховой компании «Теком» Как сообщают синоптики, в субботу, 23 ноября, в Одессе в течение дня будет пасмурно Возможно, небольшой дождь Ветер юго-восточный 11 метров в секунду Атмосферное давление ниже нормы 758 миллиметров ртутного столба Относительная влажность воздуха 88%, температура воздуха ночью 9-10, днем 10-11 градусов со знаком «Плюс» Это Сергей Петрович И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери А это дочь Сергея Петровича Лена И она хочет научиться водить Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини-каска» Потратив при этом всего 900 гривен Новый полис «Мини-каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки Страховая компания «Теком» Уверенность в квадрате 719 05 55